Начальник главного штаба вооруженных сил Армении Артак Довтян отказался комментировать вопрос применения армянской стороной комплекса в Искандер в период войны в Карабахе осенью 2020 года. «Не могу ничего сказать, поскольку информация не подлежит разглашению», сказал Довтян журналистам в пятницу, передает канал Тринадзис со ссылкой на Интерфакс. Отметим, что азербайджанское агентство по разминированию территории Анама в пятницу представило в Баку обломки с ракет Искандер, обнаруженных 15 марта в Карабахе. Начальник оперативного штаба агентства Идрис Исмайлов сообщил, что обломки ракет Искандер, выпущенных вооруженными силами Армении, были обнаружены в двух местах в направлении города Шуша. Обломки ракетных снарядов были обнаружены в ходе оперативных мероприятий в двух различных частях близ города Шуша. Во время осмотра специалистами было установлено, что они принадлежат ракете ДМ-723, являющийся кодовым названием Искандера, сказал Исмайлов. Он также отметил, что в настоящее время на месте падения ракеты находятся сотрудники агентства по разминированию, которые проводят соответствующие расследования. Ракета полностью разорвалась, в ней не осталось изрчатых веществ, сказал Исмайлов. Напомним, что в конце февраля Минобороны России сообщилось, что ни один из ракетных комплексов Искандер во время конфликта в Нагорном Карабахе не применялся, а весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Армении. Осенью прошлого года в Баку заявляли о применении армянскими силами во время конфликта в Нагорном Карабахе оперативно-тактического ракетного комплекса «Точка-У» предшественника комплекса «Искандер-М». Согласно информации Интерфакс, Армения ранее получила экспортный вариант российского оперативного тактического ракетного комплекса «Искандер-М».